здравствуйте друзья рада вас приветствовать на своем канале сегодня я с вами поделюсь рецептом клубничного бисквита будем готовить вот такой замечательный бисквит очень красивого бледно розового цвета точное количество ингредиентов как всегда вы найдете в описании под этим видео в описании под этим видео вы еще найдете плейлист с бисквитами приступаем к приготовлению сначала у 6 яиц отделяем желтки от белков это делаем аккуратно чтобы к белкам не попали желтки друзья обязательно подписывайтесь на мой канал не забывайте нажать на колокольчик чтобы получить уведомление о новых моих видео нам для бисквита еще понадобится смесь молока и сливочного масла они нам нужны в теплом виде поэтому я мисочку так поставлю тарелочку с горячей водой и оставлю сторону сначала взбиваем белки к белкам обязательно добавляем чайную ложку лимонного сока если у вас нету лимонного сока можете добавить щепотку соли сначала взбиваем на низких оборотах миксера должна получиться белковая пена потом постепенно увеличиваем обороты миксера и добавляем половину борцы сахара вот такая белковая пена получилась потихонечку вводим сахар немножко сахара оставим для желтков после того как белкам добавим последнюю порцию сахара взобьем белки до плотных пиков вот такие устойчивые взбитые белки у меня получились теперь желткам добавим оставшийся сахар добавим одну чайную ложку ванильного сахара у меня с натуральная ванили поэтому такого цвета и взбиваем до бела вот такие взбитые желтки получились они достаточно хорошо побелели теперь к взбитым желткам добавлю смесь молока со сливочным маслом миксер нам больше не нужен слегка перемешиваем венчиком теперь желтковую массу добавим клубничное пюре у меня домашнего приготовления можете взять магазинное пюре или можете заменить клубничное пюре на любое другое если клубничное пюре у вас яркого цвета она хорошо окрашивает тесто если нет можете добавить немножко пищевого красителя видите у меня такой не очень хороший цвет скажем так я добавлю немножко пищевого красителя у меня вот такой краситель я добавлю непосредственно в тесто думаю этого достаточно на камеру цвет теста немножко желтоватый но на самом деле у теста очень приятный розовый цвет теперь в эту массу вводим половину взбитых белков и перемешиваем аккуратно снизу вверх чтобы белки не опали вот такая гладкая однородная масса получилось это пока оставлю сторону и подготовим сухие ингредиенты муку добавлю одну чайную ложку разрыхлителя или можно чуть больше эту массу хорошенько перемешиваю и добавлю в тесто обязательно просеиваю муку добавляем в два или в три этапа перемешиваем аккуратно снизу вверх добавляю очередную порцию мучной смеси у нас должно получиться однородная гладкая масса без комочков не промешанной муки не должно быть добавляю последнюю порцию муки получилось вот такое гладкое однородное тесто очень красивого цвета и теперь эту часть соединяем с оставшимся белками перемешиваем опять же аккуратно снизу вверх тесто получилось очень красивого цвета и очень приятно пахнет я бисквит сегодня испеку вот в таком кольце я установила диаметр 24 сантиметра можете испечь в любой форме круглой квадратной прямоугольной какой вам хочется на дно кольца я положила фольгу и кладу вот такую пергаментную бумагу под кольцом я поставлю обычный противень обязательно вот так разравниваем тесто выпускаем пузыри ведь они в тесте очень много их они нам не нужны печем бисквит в заранее разогретой духовке температура духовки 170 градусов цельсия нам понадобится приблизительно 35 45 минут время приготовления бисквита зависит от вашей духовки у меня электрическая духовка я пеку на среднем ярусе бисквит уже готов он пекся 45 минут сразу же извлеку из формы парк тонким ножом пройдусь вдоль стенок формы вот такой бисквит получился бисквит поставила на решетку оставлю на кухонном столе и дам остыть до комнатной температуры бисквит уже остын его можно завернуть в пищевую пленку и поставить холодильник на ночь но я сейчас порежу на части и посмотрим какой бисквит у нас получился бисквит достаточно высокие можно его порезать на 2 или на 3 коржа я попробую порезать на 3 коржа вот такой очень хороший очень качественный бисквит у нас с вами получился такой бисквит может служить основой для самых разнообразных тортов и пирожных и просто так тоже с утренним чаем или кофе будет просто замечательно таким был мой сегодняшний рецепт надеюсь он вам понравился если понравился обязательно ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал а я как всегда желаю вам удачного дня отличного настроения и до новых встреч до новых встреч